И так, и так, и так, ребята, вроде как уже должно было пойти. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете рубрику и поддерживаете мой профиль Бусти, благодаря чему я могу записывать такие видео и с вами делиться всякой такой более закрытой информацией. Вот это прежде всего. Итак, у нас сегодня с вами тема называется «Личность и пелена сознания». Случай натолкнул на определенное размышление. Начну немножко издалека. Да, есть такие птицы, которые плавают во всяких озерах, городских в том числе. Ну и могут во всяких заливах плавать. Вот у нас тоже такое есть. Лебеди. Вот. Они там кормятся какой-то своей едой. В общем, как-то выживают. Но у них есть такая особенность. Лебедей нельзя кормить хлебом. Вот. Это такая мысль, может быть, неочевидная. Но при этом, причем им нельзя ни белый хлеб, ни черный. У них он там как-то то ли не усваивается, то ли что. В общем, он их отравляет. И они от этого умирают. Внезапно. Вот. И лебедей, если кто-то хочет покормить, то их нужно кормить овсянкой. Вот этими вот овсяными хлопьями. Вот им тогда оно самое оно. Но есть люди, которые про это не знают. Их довольно много. Вот. И они норовят этих самых лебедей покормить. И, конечно же, чем они их кормят? Хлебом. Постепенно стало это... У нас повышается уровень комфортности проживания нашего. Повышается уровень гуманности нашего общества. Вот. И всякие такие вещи. Вот, например, у нас есть курортный город Зеленоградск. И там у нас... Добрый вечер, Владимир. У нас есть там такое озеро. И там тоже плавают лебеди, помимо уток. И там стали ставить такие таблички, в которых объясняется, что, пожалуйста, не кормите лебедей хлебом. Они от этого дохнут. Вот. И в Калининграде у нас тоже такие появились табличечки. Потому что у нас регулярно в нашем тут верхнем озере калининградском видны плавающие трупики лебедей. Это как раз те, которых вот это... Закормили хлебушком. Но в Калининграде у нас пока что на верхнем озере я буду писать нашему мэру. Короче, буду куда-нибудь писать, чтобы поставили хотя бы эти таблички. Вот. Чтобы как-то написали, может быть, большими красными буквами, пожалуйста, хлебом не кормите лебедей. Они от этого мрут. Но даже с появлением табличек проблема не решается полностью. Она решается только частично, потому что далеко не все люди, они вообще умеют читать. И даже доводилось видеть такую картину, когда целая есть стая лебедей, стоят люди, кормят их хлебом, и они стоят вот в двух метрах от таблички, на которой написано, пожалуйста, не кормите лебедей хлебом. Вот. Не говоря уже о той ситуации, когда таблички никакой нет, и человек просто кормит хлебом лебедей, и все. Ну и вот были парочка попыток. В основном это, конечно, всякие женщины пожилого возраста, то есть такие бабульки. Вот. Или просто такие женщины, которые еще не старые, но уже зрелые. Вот. И были попытки с ними поговорить. Здравствуйте. Пожалуйста, не кормите лебедей. Они от этого дохнут. Во-первых, в ответ что у нас? Полное недоумение. Вы что? Некоторые думают, что они как раз таки наоборот. Именно хлебом и нужно кормить. На днях вот одна бабулька при фразе, при вот словах наших с Катериной, что пожалуйста не кормите лебедей хлебом, она сказала, что они же голодные, их надо покормить. Другая как-то говорила, что я в зоопарке уточняла, хлебом кормить можно. Кто ей там такое сказал? Большой вопрос. И что из этого получится, известно что. Но вот последняя бабушка очень сильно впечатлила. Когда мы к ней обратились и сказали, пожалуйста, не кормите лебедей, вот она сказала, что типа они голодные, я их кормлю. Вот. А когда мы... Добрый вечер. Добрый вечер. А когда мы сказали, что типа, ну, они там сами как-то кормятся, они какие-то что-то там едят в этой самой травке, там щиплют, что-то из воды там вылавливают. Ну, короче, кормятся вполне нормально. А так-то они всегда косплеят, что они голодные, и поэтому они готовы поесть в любой момент. Вот. Но у той бабульки, у нее в глазах была та самая пелена сознания. То есть внешний мир был очень сильно скрыт от нее. И в ее глазах читалось то, что она не только нас толком не видит и не слышит, она и практически не воспринимает то, что мы ей говорим. Вот. И это, к сожалению, достаточно распространенная штука вообще среди человеческой популяции. Мы в разных наших там и видео, и в источниках упоминали, что есть такое свойство человеческой психики – это прятать от сознания что-то, что неудобно, непонятно или еще что-нибудь. Вот. В обычном таком общественном сознании считается, типа, вот разные люди, сколько людей, столько и мнений. И вот есть у нас как бы вот этот лебедь, если его покормить хлебом, то он сдохнет. Но могут быть разные мнения на этот счет. Или там, например, если человека какого-то заставить сожрать битого стекла, он может помереть, а может не помереть. Могут быть разные мнения. Как бы, знаете, вот разные бывают мнения. Вот. И на самом деле вот разница мнений по поводу каких-то совершенно конкретных вещей, порой, она нежелательна. Потому что когда речь идет, например, про жизнь и здоровье, там вот как-то вот этот плюрализм мнений и их множественность, она может быть не совсем даже на пользу. Ладно, если мы говорим там разные мнения по поводу диалектики Гегеля. Или разные мнения по поводу искусства там супрематизма. Это да. Мы рассуждаем о каких-то абстрактных вещах, где не может быть какого-то конкретного ответа. Где могут быть действительно разные концепции, представления. Вот это вот все. Ну, есть вещи вполне объективные. Но там разница нашего восприятия, разница в уровне развития личности выходит на первый план. Когда я был студентом еще в первую мою учебу, у нас была очень хорошая преподаватель психологии. На первой же лекции она нам задала вопрос. Как вы думаете, каждого ли человека можно назвать личностью? И мы тогда, будучи, в общем-то, вчерашними шкальниками, вполне себе сошлись на том, что далеко не каждый человек может считаться личностью. Вот. У абсолютного большинства людей наблюдается, собственно, достаточно широкая такая картина. Личность подразумевает некое самостоятельное мышление, принятие решений, взятие ответственности за свои действия, понимание последствий этих действий, ну и какую-то ясность сознания. То есть когда человек, окружающий мир, воспринимает как-то не то, чтобы там на пару процентов, а как-то достаточно подробно, чтобы с ним взаимодействовать, принимать адекватные решения или еще чего-то. Вот. И вот тот самый уровень личности, когда мы вот с той бабкой побеседовали, там было заметно, что несмотря на преклонный возраст, там личность, она практически не проклюнувшаяся. То есть человек, когда у него нет вот этой личности, он в основном нет сформированный. Или он по каким-то причинам, такое бывает, там старческий маразм, как говорит, такое есть явление, что человек в своем развитии, он как бы откатывается назад, может там впасть в детство или еще что-нибудь такое. Вот. Но так или иначе, его личность, она либо не сформирована, либо она деградировала назад в какое-то детское состояние, там ранний детский садик, что-нибудь такое. Младшая школа детского садика. И как бы формально человек присутствует, он даже взрослый, у него даже есть паспорт, у него, прости господи, есть избирательные права. Вот. Но на самом деле личность там практически не сформирована. Вот. И там какого-то самостоятельного, ясного мышления, его там нет. Такой человек обычно живет, ну чем он живет? Он живет автоматизмами, автоматическими программами. Самым простым чем-то таким биологическим, там поесть, поспать, вот иногда сходить на какую-то работу. Как правило, у таких людей низкий интеллект, то есть они не могут выполнять сложные задачи. Поэтому они работают на низкоквалифицированной работе, на которой нужно простейшие задачи выполнять, но даже там они умудряются косячить, потому что личность не сформирована, интеллект низкий, очень сложно, нужно напрягаться, интеллекта не хватает, силы воли не хватает, понимания ответственности не хватает. Очень часто такие люди могут деградировать до уровня бомжей. Вот. Ну там из-за каких-то, может быть, психических расстройств или еще что-нибудь такое. Или вот пишет, что условия жизни были такими адскими, что личность не могла сформироваться. Такое тоже может быть. Вот. Это зависит еще от потенциала изначального силы личности, потому что, знаете, там бывают, человек вырос в абсолютно нечеловеческих условиях, там в каком-нибудь, или в детдоме, или в какой-нибудь семье, где были алкоголики, где было насилие, страшнейшие вещи. Человек вырос сильной, цельной личностью, и как-то он это все преодолел. А другой, не такой сильный от природы, и его, в принципе, достаточно в оранжерейных условиях растили, но вот он не смог, что называется. Поэтому это такая вариативная штука. Иногда среда влияет очень сильно, и при изначальной слабости вот этой личности человек оказывается подавленным средой, и это несет свой отпечаток на протяжении всей жизни. А другой человек настолько силен от природы, что его вот эти внешние условия, они как-то не трогают. Вот. Но у значительного числа людей, у них эта личность, она сформирована так, это частично. Вот. Это плюс и с уровнем интеллекта скоррелировано. И вот эта пелена сознания, которая у человека возникает, которая у него существует, она никуда не исчезает. Вот. Когда личность взрослая, сформированная, когда есть ясность сознания, такие люди, как правило, они достигают в жизни большего, они адекватные, они в контакте с реальностью, они способны увидеть другого человека как личность, способны что-то воспринять, способны сформулировать какую-то свою позицию, свои желания способны сформулировать. Они способны осознанно к чему-то двигаться такому, к чему не двигаются все остальные. То есть они не повторяют за всеми, вот, и не являются такими, знаете, как вот рыбки гупи, или вот большое количество рыб в океане. Они все плывут кучей в одну сторону, там хоп, резко в другую сторону все плывут. Вот когда человек способен сформировать нечто свое отдельное и какой-то делать свой осознанный отдельный путь. То есть вырисовывается личность именно в каких-то индивидуальных чертах, которые проявляются там в поступках и в итоге в результатах того, что человек делает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...